добрый день друзья вы находитесь на канале не забудь коста меня зовут лариса и это видео посвящено теме как женщине выбрать косметику надолго я хочу собрать для себя может быть еще для кого-то несколько советов и рекомендаций как подобрать себе косметику надолго почему ну потому что я сама пережила этот процесс выбора да и процесс определения нужно мне это или нет затратила я на это больше десяти лет и возможно кто-то из вас не захочет 10 лет определяться подходит ему что-то или не подходит возможно кому-то из вас нужны вот эти критерии по которым вы можете решить заранее да как сначала решить что это вам возможно подойдет а потом через десять лет уже не сожалеть сделай на выборе в общем-то у меня это происходило так что я еще там 15 лет назад например не знала точно чем мне надо пользоваться то есть мне не было какой-то определенной системы косметика мой дом попадала от случая к случаю потому что я очень уже тогда путешествовала там где-то в каких-то странах покупала то одно то другое то одного бренда то другого ну в общем то кто-то мне что-то рекомендовал или я сама на что-то вот просто глаз падал я решала что мне это надо и когда это попадало ко мне домой начинала этим пользоваться то критерий был один если это не вызывало у меня аллергия мне такое было крайне аллергичное лицо очень гиперчувствительная кожа и если это было нормально у меня не было никаких покраснений каких-то там явных проблем то все это мы приживалась если же сразу появились какие-то проблемы до косметика просто отодвигалась в сторону и она потихонечку протухала потому что сроки годности проходили заканчиваются и что произошло значит ну примерно так я скажу где-то 12-13 лет назад я услышала на одном мероприятии что есть такие люди женщины которые ставят себе такую цель значит в 50 лет выглядеть лучше чем 40 а в 60 лучше чем 50 эта мысль она меня просто ошеломила потому что я так не рассуждала я не думала что с годами можно выглядеть лучше не но я слышала конечно про критерии там коко шанель и других известных женщин которые высказывались на тему женской красоты что ее надо отрабатывать но как-то к себе это не применяла в общем-то вот это это мой подход такой достаточно бессистемный к покупкам он также был в общем-то бессистемный и к результатам потому что я в общем-то оценивала качество косметики которые использовала только по тому насколько там есть у меня аллергия на нее или нет я не могу сказать что это такой действенный подход знаете в какой-то момент мне как озарение меня бронзила что в общем-то косметика она нужна не для того чтобы мы боялись есть от нее аллергия или нет она должна для она вообще используется для того чтобы улучшать наше лицо улучшать нашу кожу и вот эта идея что можно в 50 лет выглядеть лучше чем 40 60 там лучше чем 50 которые так подслушала просто случайно да то она меня просто заставила задуматься что оказывается есть такой вариант так работать над собой так работать над своим лицом чтобы это действительно стало ну не просто лозунгом да не просто какой-то красивой фразой как там коко шанель например там софи ларен что-то говорили о внешности а так чтобы это стало функционировать и работа до имела к это прикладное значение вот и тут уже возник вопрос выбора осознанного выбора знаете я тогда еще искала в общем-то я не искала косметику я искала тогда бизнес и бизнес я искала именно на премиальном сегменте мне неважно было какой конкретно продукт будет в этом предпринимательстве лишь бы это был премиальный сегмент знаете на это тоже есть свои причины я уже поработала до этого в разных сферах в том числе в продажах и я обратила внимание что когда рынок в общем-то достаточно ровный то все бренды и все сегменты рынка там масс-маркета и какие-то средние бренды и премиальные они все продаются но стоит только с рынком там пошатнулся просил то все продается только либо очень-очень бюджетные средства либо от но вообще-то продукция до либо очень премиальная и в это премиально она должна быть из сферы ну 1 2 необходимости то есть не 3 4 да как там например золото бриллиант и какие-то там супер какие-то дорогие вещи эксклюзивные а такие вот второй скажем необходимости 1 до хорошие продукты будут все равно покупаться и вот хорошая косметика это как раз такая сфера второй необходимости в общем-то с точки зрения предпринимательства меня устроило то что там будет продукты премиальные там именно будет продукты именно этой второй необходимости но для лично для меня он все равно оставался выбор чем пользоваться понимаете потому что далеко не все бизнесмены предприниматели ну например много есть мужчин которые занимаются какими-то косметикой тоже женской они естественно и не пользуются да то есть так вопрос не стоял что если у меня есть это предпринимательство бизнес то я сто процентов буду всем этим пользоваться прям по списку но я искала для себя знаете когда ищешь для себя то тут у меня как бы критерии поднялись и такое очень серьезное на меня повлиял момент что когда я что-то для себя выбираю а я помню что у меня аллергия то для меня очень важно стало чтобы и любой другой человек с какими-то проблемами да он имел возможность не выкидывать эту покупку да потому что она ему не подошла а имел возможность ее вернуть знаете вот в премиальных брендах это вообще не характерно ну вот приведу пример например ну вы представляете себе чтобы кто-то вернул например какой-то дорогой премиальный автомобиль например porsche cayenne то что там кнопочка не понравилась или кто-то вернул бы например там кита очень дорогие часы потому что там тика тихо или громко то есть это редкость это я не знаю таких случаев все бывают они или нет то же самое в косметике то есть вернуть косметику например это тоже но это сложно это особенно если ты купил другой стране то это вообще невозможно для меня это было вот важный вот этот момент но для премиального бренда это не характерно это что вот в моей косметике есть такая возможность это конечно большой плюс я вчера позавчера покупала себе туфельки которые мне по сути очень нужны они мне по дизайну по всему понравились идеально они подходят но когда я принесла домой они мне некомфортно то есть на одной ноге комфортно сидит на втором и некомфортно и естественно мне придется их вернуть и компания там 30 дней она должна их принять и забрать понимаете когда у вас такой бизнес и когда у вас как бы у людей есть возможность вернуть продукт то компания естественно очень сильно заботиться чтобы этот продукт был очень качественный и возвратов ну причин для возврата чтобы их снизить до минимума вот если у вас есть малейшая вот какая-то проблема да и там например линзы там или ну что-то там какие-то варианты аллергии то вот эта возможность возврата она очень-очень классно когда это есть премиальном бренде такой момент мне показался он очень важным вот дело в том что когда мы покупаем косметику нам кто-то рекомендует вот я как женщина прислушиваюсь советом там продавца я не знаю сколько он грамотно насколько он подготовлен насколько он там вникает во что-то и какой-то момент я поняла что если я сама не буду изучать как это все влияет на меня как это работает то вряд ли кому-то смогу предъявить претензии что меня там не так проконсультировали или не так не там девочка которая работа три года назад продала мне какую-то сыворотку а теперь через три года выяснилось что она вот как-то не сработала там не получил не получилось я поняла что в конце концов мне нужно это изучать и знаете когда я начала изучать я не говорю о том что изучать составы да это очень важное там технологии производства это очень важно и конечно сейчас имею представление понимаю что это все имеет значение но первое чтобы я стала изучать я бы стала изучать сейчас и рекомендую людям изучать потребности вашей конкретно кожи потому что это основа того что вообще в принципе будете вы что-то решать или нет используя одни или другие средства во первых я узнала что у кожи есть потребности и я помню что я вообще не заморачивалась например я для меня там намазался кремом но блестит что-то то есть но блестит и блестит я вообще не переживала на этот счет ну там есть поры видны ну это ж нормально на лице должны быть видны поры то есть моей мамы были поры я помню то есть в чем проблема я вообще не знала что оказывается все эти моменты вообще решает косметика но это все тоже это чисто такое визуально там относительно да все красиво некрасиво это все субъективно то есть это не то что вот одному нравится другому не нравится то есть тут нет таких четких критериев но когда я узнала про потребности своей кожи и очень сильно была удивлена вот одна из глобальных потребностей например моей кожи это гиперпигментация то есть если я чуть-чуть пропускают там какую-то защиту чуть-чуть там допускают по загорать чуть-чуть там выхожу на солнце то я получу пигментацию которая ну как бы если это там 15 20 30 лет назад я загорала и уже там через несколько месяцев загара было как бы не видно то сейчас вот эти пигментные пятна если они появляются то это все это ты не знаешь что с ними делать и больше вам скажу вот этот цвет кожи он то есть я считала всегда что я смугла просто откровенно смугла мне там ассоциировали с разными нациями там от цыганок это грузинок абсолютно спокойно говорили я никогда не спорила с она соглашалась по что было очень-очень смугла но и оказывается у меня вообще нет ни разу не смогла кожа то есть это просто вот эта вся смуглость это было пигментация то есть такого однородного монолитного цвета знаете это я не буду сейчас даваться то чему ведет вот эта излишняя пигментация на лице но сейчас как бы все знают что лицо быстрее стареет кожа быстрее стареет когда она пигментирована но тогда там 15 лет назад об этом вообще никто не говорил опять же вот там наличие пор там насколько они расширены открыты я вообще не видела в этом никакой проблемы то есть но поры поры какая разница какие поры но сейчас изучая все я понимаю что поры это такие как открытые вороться для всего и в том числе для неприятностей тоже и от того насколько ваши поры закрыты будет зависеть тоже сохранность кожи ее продолжительность там и даже вплоть до эластичности там всякие глубокие моменты до образования морщин и то же самое например я абсолютно не знала вообще что делать с темными кругами вот панда настоящая такая темные круги вокруг глаз и я настолько считала что ну ну что с этим сделать и темные круги но в лучшем случае можно замазать белой краской то есть закрасить чем-нибудь но что их можно вообще вывести что они их вообще может не быть и даже об этом не предполагала то есть потребности конкретно моей кожи никто как бы не обязанных изучать никто не обязан мне там их рассказать показать искать вот наш если ты будешь этим пользоваться то ты с этим справишься и никто даже в принципе никогда мне не говорил что будет если я не буду убирать эти проблемы то есть как через годы будет выглядеть мое лицо если я смирюсь и так все оставлю как есть и буду просто поддерживать в текущем состоянии в общем то мне бы хотелось в этом видео сформулировать какие-то принципы как выбирать вообще в принципе для себя косметику я пересмотрела кстати очень много видео на youtube и я не нашла может быть мне не попалась но я не нашла нет очень много видео про разные бренды даже про тот бренд которым пользуюсь я тоже достаточно много видео я просто его сейчас не называю но вот именно про сам подход как выбирать для себя косметику я такого видео не нашла и мне хотелось именно сформулировать вот эти сами принципы как как это лучше сделать ну я хочу напомнить что я больше десяти лет пользуюсь одним и тем же брендом и в общем то могу отследить результат могу отследить состояние а когда я раньше меняла все время косметику то естественно никакого результата этом отследить не могла да здесь и сейчас ну конечно очень важно здесь сыграло то что я стала изучать эту косметику и изучать как функционирует кожа я хочу сказать что да конечно можно делегировать все врачам или косметологам специалистам но никто из них не обязан знать все именно про вас то есть у каждого у нас есть свои особенности и я разговариваю мне есть близко очень подруга на врач косметолог амбустиолог и она рассказывала мне что даже она пройдя высокое медицинское образование сказала что она с удивлением в общем то я узнала что оказывается уход очень сильно влияет на состояние кожи даже это очень актуально для тех людей которые делают какие-либо операции и и что врачи и в общем то в принципе тоже этому не учат ну понятно меня не учат я кибернетик меня никто не учил но у меня очень тоже этому не учит и она сейчас обучают уже врачей там это дополнительное образование после уже высшего и она тоже им об этом говорит что в общем то надо учитывать то что уходом можно очень сильно что-то улучшить или даже очень сильно что-то испортить вот поэтому это для меня это тоже оказалось очень важным и в конечном счете я пришла к выводу за эти вот больше чем десять лет что если просто это знаете к задним числом это если б я так знал ду как моя сара после моя любимая поговорка то есть оглядываясь назад я понимаю что как хорошо как позитивно да для меня сказалось то что тот бренд которым я пользуюсь косметически он имеет полную линейку и у меня есть доступ к этой всей полной линейке то есть что я имею ввиду одно дело это ну что-то выбирать себе по потребностям а другое дело это когда у тебя идут годы да есть возрастом 40 плюс есть возраст 50 плюс и так далее и у тебя из твоего бренда все время есть что выбрать то есть косметика она тоже растет вместе с тобой и он там есть средства которые тебе все больше более точно и более точно тебе подходят особенно когда ты вникаешь и разбираешься ты понимаешь что да вот это средство самое время начать его применять и использовать и другое дело еще выбор по временам года я обратила внимание на то что даже хочу сделать такое отдельное видео для времен года потому что оно тоже должно варьироваться использовать одни и те же средства зимой и летом не всегда целесообразно и не всегда полезно то тоже есть нюансы если вам кстати эти нюансы интересные тоже можете там в комментариях под этим видео написать я буду углублять эту тему рассказывать принципы подбора средств например на осенне-зимний период на весенний на лето-осень то есть по сезонам тоже и я уже прорабатываю такое тоже видео ну вот такое наверное углубленная углубленная линейка она возможно наверное только в премиарном бренде то есть бренд который серьезно с научной точки зрения подходит формированию ассортимента знаете не не каждая линейка у нас например нашей стране проработана в таких направлениях в зависимости и от возраста и от времени года и очень важно еще сейчас ну как становится важно я не могу сказать что в нашей стране прямо это уже прям модно модно но например корея там это уже прям везде и все это использование домашних каких-то приборов гаджетов для усиления ухода то есть для усиления тех средств которыми вы пользуетесь ну у меня например есть парочка таких приборчиков дома могу тоже поделиться что это за приборчики рассказать и третий момент что кроме ассортимента и приборов важно это важно возможность протестировать свое качество кожи на каком-то специальном тоже приборе у нас тоже есть такой прибор в доступе но дома у меня нет нет смысла он такой громоздко дорогостоящие ведь его дома но у меня есть доступ я могу периодически раз примерно в три месяца когда звезды сойдутся я не накрашена приезжаю в офис я могу протестировать лице вот я недавно тоже проходила тестирование то есть спустя больше чем 10 лет применения косметики артисты у меня прибор не показал ни одной морщины на лице то есть это не то что мы видим глазом это то что залегает там где это уже глазом не видно то есть в ближайшее время там полгода год там не очень хорошо ориентируясь насколько это долго но никаких морщин не будет по совокупности это очень сложно я бы сказала и было бы отследить если бы я пользовалась разными брендами потому что было бы непонятно что привело к этому результату понимаете и я хочу сказать еще по поводу косметических процедур и вмешательства каких-то конечно я ничего не имею против я всегда за когда люди ухаживают за собой занимаются ходят там интересуется все но я очень хорошо понимаю что какое бы вмешательство не было физически да ты чтобы там не укололи не там сделали это никак не связано с улучшением работы самого организма это все как бы принесено извне то есть организм это как как фасад да это просто исправление фасада то есть то что например делает хорошая качественно научная косметика она работает с омоложением ну вот косметика конкретно с омоложением кожи но к чему я еще тоже пришла за эти годы и вам тоже рекомендую задуматься особенно если вам примерно 40 лет а то задумайтесь прям уже очень хорошо можно раньше задуматься что только влияя извне продлить красоту здоровье молодость кожи практически сейчас невозможно потому что на нас очень многие факторы влияют там отсутствие правильной еды там воды не попили или попили не то что надо не поспали или поспали не в те часы когда надо то есть это все и стресс и поработали пробки и газ и еще что то все это на нас влияет мне например дома нет газовой плиты тоже по этому поводу что я знаю что газовые вот эти испарения они тоже влияют на кожу индукционная плита уже много лет возьмите себе на заметку вот и я поняла что очень важно еще что ты принимаешь вовнутрь то есть если твоя косметика коннектится с теми средствами с теми витаминками которые ты принимаешь внутрь то тогда результат будет лучше вот просто задумайтесь да если вы вам врач там по каким-то вашим показателям говорит что у вас там дефицит какой-то витамина или там белка или там металла железо например металл железо если вам этого не хватает внутри то а где его взять кожу это просто естественно это понятно но не каждый так человек об этом задуматься то есть если вы например используете к этой средстве с витамином c например на лицо и вы видите что от этого лучше то естественно раз его нет в коже значит его нет в организме тоже и соответственно подумайте о том а чем вы поддержите весь организм то есть вот это вот коннект вот это оно должно все соединяться для того чтобы говорить о красоте молодости о продлении надо все в комплексе соединять но в рамках разных брендов это может быть достаточно сложно не буду уже комментировать почему я думаю так понятно да потому что что-то может с чем-то не сочетаться что-то может что-то убивать вот в рамках одного какого-то бренда это конечно более продуманный ход там наука там все-таки ученые этим заниматься они все-таки больше об этом знают чем мы и если они предлагают такие соединения то они думают о последствиях да они это все просчитывают но а мы уже вот я больше десяти лет пользуюсь тестирую свое лицо сейчас в последнем год полтора тестирую регулярно свое лицо вижу реально что там происходит внутри вовремя могу что-то подкорректировать и очень 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 довольна тем что имеем поэтому если у вас возникли вопросы если вы хотите какие-то дополнительные ответы может быть личных сообщений пишите это все я буду с вами связываться или связывать со мной по электронной почте можно и мы будем дальше с вами это обсуждать надеюсь что мое видео было полезно для вас я не знаю кто-нибудь еще поднимал ли такую тему я в принципе не нашла этой темы больше ни у кого поэтому если вам было интересно и полезно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и пишите если вам нужно продолжение спасибо пока